Ну все, сваливаем. Сейчас пешком до ЖДшки тут рядом. Там чуть-чуть до Есентуков, ну и потом пешком до новой квартиры. Сейчас не знаю, поесть нам где не поесть. Как обычно, тут все сумки, херунки. Приехали в Есентуки. Тут какой-то колхоз, ну в плане это, людей, которые садятся в поиск. Какая-то коровище залетело, не дало выйти, начинало всех расталкивать. В общем, хер пойми, там ребенка чуть не уколбасили. В общем, приехали. Сразу электрички, курортный парк. Нам сейчас надо его обойти. Все, решили приехать в итоге на тачке. Вот такой дом. Так, ну что, смотрим квартирку. Вот такая спальня. Прям крутяк, потолки минаются. Тут такой микробалкон. Телек. Туалет, ванна. Вот такие. И кухня. Еще один балкон. Такой опасненький, конечно. Вот. Ну все, нормальная квартира. Прям такой отдельный дворик у нас свой. Там даже площадка какая-то. Мангал. Сейчас идем гулять. Такая дорожка, типа через лес. Впереди будет парк. Вот, собственно, мы и в парке. Да. Теперь надо пройтись и найти всякие приколюхи. Вот, судя по всему, источник какой-то. Это что? А, это вытяжка, наверное, какая-то. Или что это? Первая зона горно-санитарной охраны. Месторождение минеральных вод. Какой-то домик старинный тоже. Тут всякие туристические штуки, как обычно. Ну да, вот, судя по всему, это как раз там, где можно попить водичку из синтуки. Какой номер, я не помню. Четвертый, по-моему. Я очень надеюсь, что это не та вот, которая воняет, а которая железом пахнет. Я бы такую попил. Вон орел со змеей. Та самая скульптура. Потом к ней подойдем. Вот. О, там еще, типа, грот какой-то. 1968 год. Так, а где вход? Вход не здесь. Вход, наверное, там. Ну, вход там, наверное, с той стороны. Там еще лестница какая-то. О, здесь движуха. Ничего себе, сколько людей. Ого. Источник. Фотеварь галереи минеральных источников. Ну, тут, короче, будет еще какая-то большая галерея. Я видел, она такая в форме какой-то звезды или чего-то сделано. Вот. Вот. Тут большая... А, тут несколько, получается. Несколько. Иссентуки номер 4. А, это все номер 4. Только есть горячая, есть теплая и есть холодная, получается, наверное. Так, где мой стакан? Тут, короче, походу горячая, теплая и холодная. Или теплая и холодная. Да. А, да, вон горячая, теплая. А там, наверное, холодная. Сейчас. А, да, есть вот такие 4. Да. Ща, я пойду в холодную. Сейчас нальем, попробуем. Тут прямо очередь. Теплая. 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 О, не пахнет. Ммм, вот она. Вот это нормальная. Нормальная? Да. Она с каким? Железом? Чуть-чуть железом отдает. но она прям холодненькая классная это мне нравится это пока лучше всех это самая вкусная вода из всех что я здесь пил она прям холодненькая она не сильно соленая и ничем не воняет даже железу чуть-чуть только отдает вкус беседочка наверху дом ступеньки в никуда механотерапия чё такое массаж гимнастика все дела 1902 год 16 гуманоидов нашли на месте аварий небольшого роста в среднем метр двадцать зеленого цвета бесполые знаете такие мудрые грустные глаза а вы чё их видели рейсаха видел их никто не видел минуту полежали на солнце и расстояли да превратились вот такие 16 пятнышек только об этом не не это же военная тайна понял могила типа главный вход парк театр парк заведение пока еще не освоились в городе не знаем чё где а кушать хочется потому что с утра не завтракали в итоге кроме одного ресторана ничего больше не нашли поэтому зашли в магнит взяли выпечки вкусным кофе тут вот такие да а вот кофе тут рядом но такой но пойдет ну и вот сидим сейчас не знаю куда пойдем то ли обратно в парк то еще куда надо подумать тут не очень много локаций но мы соответственно здесь сколько два или три дня два по вам сегодняшний если не считать а вот поэтому тоже можно какой-то тур организовать на один день если совсем заскучаем ну а потом кисловоз там уже поинтересно побольше оказывается надо было пройти чуть вперед и тут дохерища кофеин разных всяких но так как дети нас терпеть не любят пришлось есть магните по сути ну ладно зато я нашел уже место где хочу пообедать или поужинать там грузинский фастфуд какой-то есть хинкалик я б съел такой маленький городок симпатичный вот хуба так одна из кофеин с хорошим рейтингом доктор коф внутри классно все оформлено там куча фоток как делается кофе собирают зерно и так далее а вот ценник уже стандартный можно сказать чего еще 200 чего еще перегрев чувствуется перегрев прям хороший очень перегрев но взбито хорошо ммм стакан ультра тонкий перегрев небольшой вот такой ну не пять но четыре и пять не самый лучший кофе фо-образное зерно прикол торговый центр метро сделан как фото метро прикольно много вот таких древних домов прям остались даже вот эти форточки прикольно ну что интернациональная улица прикольная куча кафешек магазинов так чисто погулять мне нравится тут прям спокойно как-то короче жара опять сгорю к херам вот в общем не синтуки можно по сути за один день пройти тут два больших парка и ну и вот эти улочки прогулочные больше здесь ничего нет а какой-то храм еще советуют с монастырем но это у нас второй день будет ну а третий день походу поедем в водопады посмотрим нет завтра водопады ну я имею ввиду я имею ввиду в принципе не по порядку вышли мы из парка тут рядом еще большой парк победы и рядом с ним на территории санатория комплекс источников там есть четверка семнашка и новая двойка вот тут приколист дошли в общем там получается парк победы а по прямой у нас будет пятитысячник там несколько видов минералок вот сейчас пойдем вначале туда попьем попробуем а потом в парк зашли на территорию санатория Виктория здесь как раз пятитысячник тот самый тут нам еще походу до него идти и пока не пойму где он вот договорились практически об экскурсии на завтра это медовые водопады там какое-то кольцо еще что-то еще красивенько красивенько Ника с кольцом тут всякие такие беседки там вон все красиво но судя по всему вода чуть дальше видел я видел я как оттуда со стаканчиками шли у меня вопрос обратно мы можем где-то там выйти а не обратно идти а то что-то это не по приколу ух 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 вот там какой-то памятник или чего это ну там тоже фонтанчик тут все в скульптурах короче в цветах это что распределительная шляпа очень похоже очень похоже а все ясно ну конечно решено гриффиндор а там какая беседка китайская прикольная вот как раз дракон вот это красиво вот это я люблю японские фонари мостик все вот эти дела ну да ну да вот японский садик красота тут вон журавль твою мать чуть не шлепнулся японский философ ну а здесь в лавочке можно посидеть тут всем щелкал тоже уютненько так сова лягуха а а да оказывается вот что гора жрет вот дракона вот беседка прикольная вся в плюще здесь вот здесь палочки такие вообще ну это же беседка вот вот очень уютно здесь прям какой-то сказочный да и здесь выход ко всей вот этой штуке да вот тут такая площадь здоровая вот какая-то стела это мы оттуда видели да оттуда видели ну не знаю да ангел-хранитель а здесь а здесь памятник а это хрущ что ли а смотри здесь еще два памятника да а на хрущева похож автопробег профсоюзов забавный памятник я такой еще не видел и это короче скульптура какого-то чувака который автопробег сделал вот а очень на хрущева похож и вот собственно автопробег маршрут который был я так понимаю от петрищева ну грубо говоря из москвы до магадана вот так все прошло тут у нас еще Георгий Победоносец если я правильно понимаю ну да вот такой мы продолжаем идти к источнику слушайте получается в простом санатории больше локаций чем в большом гигантском курортном парке пошли разными путями фестивая галерея там где-то в конце надо не отдать еще тоже такой насыщенный денек конечно получается ну нам надо успеть все посмотреть у нас мало дней вот собственно не знаю захотят ли остальные пойти в Парк Победы все уже уставшие ну я как бы готов а там хоть видно там вон башмак какой-то крылья еще какая-то беседка а вот уже и питьевой комплекс впереди ну что вот и галерея сейчас будем пробовать тут какая-то номер 2 новая вот это мне интересно тут как все цивильно столько много источников и посередине какая-то скульптура стоит прикольно ну че начнем с самого соленого наверное а там очередь горячий сказали пить надо ну окей я не хочу горячий ладно потом сниму отобрали у меня стакан так начнем с самого соленого семнадцатый оп чуть-чуть ну кстати не такой соленый как бутылка так теперь к четверке четверка четверка ну четверка да она как везде такая же четверка и сейчас самое будет интересное номер 2 который называется новый он у нас находится отдельно тут прям очередь прям очередь очередь будем стоять большой комплекс там закрыто там нету нормально не знаю не знаю не знаю сейчас смотрю мразота какая-то без очереди подошла вот ништяк я знал хотя не сильно на четверке отличается на самом деле тоже вкус металла не соленая практически не соленая а давай кто здесь смелый кто здесь смелый давай все на 7 минералки хоть ну короче я понял моя вода это номер 4 больше всего нравится двойка до двойка в принципе особо не отличается только нету никакого такого привкуса как у четверки все таки четверка лучше говорят что в железноводске там щекать другая славянская что ли так что там тоже попробуем вот вот еще памятник какому-то айболиту ну вот собственный парк победа тут чисто аттракционы на чуть сторону уйти там походу сам парк в общем ни хрена в этом парке нет тоже просто большой парк с половиной с прогулочными дорожками с беседками там где-то монумент победы но я думаю что мы сейчас главной дороге его увидим в общем надо валить отсюда и идти куда-нибудь вкусно вкусно кушать вот чё я думаю кстати вчера посмотрел полицейский из берли хилс четвертую часть прикольно прям какая-то ностальгия была там счет треки из тех времен поставили вот в общем четвертая часть не испорчена смотреть можно ну и собственно а там выхода нет вон там может что видите стела вечный огонь вот он стела не видно полностью вот ну а там типа выход но там закрыто походу она отключается ну чё у нас как обычно ведь картошка я жду хинкалик вкусных больших хинкалик а это какая картошка по-деревенски а это по-деревенски а ну чё покушали плотно хорошо хинкальки всегда залетают как родные конечно все равно в абхазии в том домике как хинкали пока никто не переплюнул но хорошие нормальные сытные ты как как всегда ты понятно ты чё скажешь идеально идеально очень вкусно просто безумно вкусно кебаб house на на хрен узнает на какой улице гуглите сами сейчас идем в правильную кофейню надеюсь она действительно правильная и попьем хорошего кофейка не как сегодня в каждом нашем путешествии обязательно должно быть мутное место и вот она просто навигатор показывать надо пройти здесь что выйти туда где вся фигня находится пока шли нашел руки вверх бар окажется здесь тоже есть причем в таком месте странно но дошли до правильного кофе вот так выглядит нормально или нет но не короче я делаю вывод в ясинтуках не сильно то умеют кофе делать а вот так что обе пяти обе пятизвездочные это не как какие звездочные обе кофейни с оценкой 5 обосрались нет это не 5 а тут вечером самая движуха все тусуются какой-то концерт но мы уже устали мы хотим домой вот поэтому мы сейчас идем домой а завтра новый день чё ночью минуток сейчас пока это самый узкий тротуар в мире из тех что я видел если вы вообще что-то видите в общем здесь очень узко здесь в одну сторону только идти справа какой-то санаторий территория санатория слева какая-то стройка мы уже скоро дойдем до дома это точница и а и и и и и а Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон»